Нишхан видео представляет В Фуентаде, в Сантандере, в Сан-Себастьяне, в Памплоне, в Сарагосе, в Нуэвалосе и в Гвадалахаре А сегодня мы посетим столицу провинции Навара, Памплону и замок наварских королей в Алите В Памплоне мы остановились в отеле Майсонейв Парковка рядом, но чтобы получить скидку, нужно сначала зарегистрироваться в отеле Окна нашего номера выходили на тыльную часть церкви Святого Сатурнио Таун-холл, самый знаменитый балкон Памплоны Отсюда ежегодно мэром города провозглашается открытие бега быков в фестивале Сан-Фермин Отсюда, пройдя два квартала на северо-восток, выходим на площадь перед Кафедральным собором Святой Марии Рядом с собором расположена муниципальная школа, мимо которой выходим к крепостной стене По пути фотографируемся в колоритном местечке и идем дальше Дойдя до крепостной стены, сначала поворачиваем налево до ближайшего спуска, а спустившись направо и идем вдоль стены Памплона была основана римлянами в 75-74 годах до нашей эры Своему названию город обязан выдающемуся полководцу, к нею Помпею Великому В разные времена Памплона находилась под властью римлян, басков, мавров, франков Пройдя северную и восточную часть крепостной стены, выходим к арене, на которой и финиширует бычья бега Отсюда, совсем недалеко до центральной площади Памплона, Костила Перейдя Костила, движемся дальше, на юго-запад, к площади около церкви Сан-Николас Продолжая двигаться в том же направлении, через 5 минут доходим до автомобильной улицы Здесь поворачиваем направо, к церкви Святого Лоренцо Отсюда, в зависимости от степени усталости, можно пройти дальше или вернуться в отель В 43 километрах на юг от Памплона, в Алите, по пути в Сарагосу, находится замок наварских королей Здесь удобно припарковаться в большом общественном дворе у входа в замок Но сначала погуляем по древней Алите Улочки города просто дышат историей Исторический центр Алиты очень компактный Между двумя его крайними точками можно дойти пешком всего за 10-15 минут Имеет смысл обойти городок вокруг его исторической части Главные достопримечательности Алиты расположены практически на одной площади Носящей имя наварского короля Карла III, Благородного А первое поселение здесь появилось еще в первом веке Оно было основано римлянами и его окружала каменная стена С королевского замка город виден как на ладони Особенно длинная площадь Карла III Перед посещением замка осматриваем его с внешней стороны Королевский замок-дворец в Алите Самое посещаемое место навары Это главное творение наварского короля Карла III, Благородного Который правил в конце 14-го начале 15-го века К замку примыкает готическая церковь Санта Мария Ла Реаль Возведенная раньше дворца На тимпане изображена Богородица с младенцем Иисусом В обрамлении рельефных сцен А по обеим сторонам расположены статуи апостолов Особый шарм церкви придает внешний атриум В ярко выраженном стиле поздние воздушные готики Построенные перед ее главным фасадом уже в 15-м веке Возвращаемся к замку О его размере говорили, что в замке столько комнат, сколько дней в году Специального проекта и утвержденного плана строительства не было Этим объясняется асимметричный и хаотичный вид замка По тем временам это было крупным расточительством для бюджета страны Но Карл Третий хотел, чтобы замок вызывал восхищение его гостей Это был настоящий королевский каприз А это галерея короля Она выполнена в виде террасы, обрамленной готическими арками Во времена Карла Третьего галерея была застеклена цветными витражами Дабы уличная прохлада не навредила высочайшему королевскому здоровью Из галереи выходим на открытые террасы С которых открываются неземные виды на сказочный городок Алита И его главную площадь Карла Третьего Замок-дворец – это сложный ансамбль Из башен, коридоров, переходов, галерей, висячих садов, террас и двориков В стиле французской средневековой готики Отсюда переходим в галерею королевы Это одно из самых красивых мест замка, представляющее собой что-то среднее Между висячим садом и маленьким клуатором В строительстве и украшении замка принимали участие знаменитые архитекторы и художники из разных стран Французы и арабы создали изысканные гипсовые орнаменты и керамическую плитку А каталонские художники украсили жилые комнаты Также были приглашены стекольщики, вышивальщицы, ювелиры, часовщики и оружейники В те далекие времена во дворце проходили масштабные праздники Устраивались большие пиры, приглашались певцы и музыканты, фокусники и циркачи, шуты и танцоры Замок был заброшен в XVI веке после завоевания Навары Испании Короли стали появляться здесь лишь изредка, и шумная жизнь угасла Поддерживать строение было дорого, и оно стало постепенно разрушаться Кроме того, замок перенес два крупных пожара Алицкий дворец был полностью восстановлен только в XX веке В 1913 году муниципалитет Навары приобрел замок, который стал объектом национального исторического наследия И 25 лет спустя здесь была проведена тщательная реставрация Это была Испания в июле 2017 года Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok